Для того, чтобы избежать мусорного коллапса, сегодня правительство принимает целый комплекс мер. Строительство полигонов, раздельный сбор отходов и их дальнейшая переработка. Региональный оператор предлагает удобный и легимитивный способ утилизации отходов, в том числе и предпринимателям. Для этого нужно просто заключить соответствующий контракт. Но как эта схема работает на деле, в следующем сюжете. Фото мусорного контейнера, переполненного конфетами, облетело все социальные сети. Если сладости оказались здесь, скорее всего, они просрочены. По крайней мере, так считают местные жители, которые испугались за здоровье своих детей. Они могли и не устоять перед сладким соблазном, который валялся прямо под ногами. А почему вы их выбросили? Потому что они просрочены. Вы понимаете, что их могли съесть дети? Может, тогда лучше следить за детьми. Ну ладно. Эта история вскрыла совсем другую проблему. Местные жители часто путают свои урны с теми, что установили специально для магазина. Я повесила там специальное объявление, что эта мусорка является мусоркомагазина. Для домов 24-26 есть контейнерная площадка с тремя новыми мусорками. Туда они мусор не выкидывают, потому что там нужно крышку поднимать. А то, что сейчас в новом доме люди заезжают, делают ремонт, они весь строительный мусор выкидывают в наш контейнер. Здесь просто моя была ошибка, что я не проследила, как руководитель, как у меня сотрудник выкинул мусор. Если бы я видела, что там мусорка полная, естественно, мы бы этого всего не выкидывали. Выбрасывают так, что бак то и дело забит под завязку. Воевать с горожанами не самое практичное решение. Предприниматели предпочитают один раз потратиться и оградить свой мусорный контейнер, чтобы не вывозить чужие отходы. Мусорная машина приезжает на ежедневной основе. Сотрудники звонят в звонок. У меня выходят администраторы. Открывают помещение мусорное. Здесь находятся два контейнера. Сегодня большинство бизнесменов предпочитают заниматься своим делом и не думать о мусоре. Парикмахерские СТО, аптеки уже имеют договор с региональным оператором. В день мусоровоз делает десятки рейсов. В городе Когалыми мы обслуживаем юридические лица. Более 300 адресов. Этим занимается один автомобиль. Это не только сетевые магазины. Это магазины общего пользования. Без хозного мусора не бывает. Утилизацию отходов в любом случае кто-то оплачивает. Вопрос только платить за себя или за того парня тоже. Елена Келяна, Кружная телерадио, компания «Югра» при поддержке ТРК «Инфосервис».